Ты прям садись в мешок, вот так и перебеси оставь, вот здесь посередине. Под чутким руководством фотографа и постановщика Оксаны Урявиной, участники творческого коллектива «За гранью нереального», переносятся на 78 лет назад, в 1943 год. Молодые люди воплощают в жизнь фотопроект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. При этом все участники не профессиональные актеры, а любители. Все делаем для себя. Это наш, не то чтобы досуг, это наш отдых. То есть каждый у нас, у нас все разные, каждый работает в своей сфере, каждый профессиональный по-своему, вот, и вот этот вот коллектив, то есть здесь каждый друг друга дополняет. Сама съемка занимает всего пару часов, однако перед тем, как предстать перед камерой, в определенном образе участники коллектива проводят масштабную подготовку. Проработка идеи, поиск места для съемок, а также создание или поиск костюмов. Этот этап обычно занимает минимум две недели. Шьют не все, шьем только мы, две девочки. Да, поэтому и распределяем то, что может сам, по мере возможности. То есть мы говорим, что нужно для проекта, каждый говорит, я могу это, я могу это, я могу это. Так у нас распределяется. Вверх, например, это идет готовый, юбка уже сегодня ушла за полчаса до выхода, до проекта. Да, потому что на меня юбки не было. Это далеко не первое перевоплощение участников творческого коллектива. Они примеряли образы стеляк, рабочих, гангстеров и даже шахмат. В этот раз герои – обычные солдаты. Фотосессия проходит в окрестностях Ильиногорска. Для одной из участниц Юлии Докиной съемка вдвойне волнительна. Не только из-за важности темы. Родилась я здесь, в Ильиногорске, до 30 лет я здесь прожила, а потом уехала. А сегодня вот так получилось, что я на родину приехала сниматься. Мы снимаем один миг из того времени, когда велись бои, когда за нашу родину наши бойцы воевали. Также женщины ждали своих мужей, сыновей. И хотим донести до зрителя именно тот миг тех переживаний, как это все было раньше. Внимание участники уделяют и реквизиту. Это вещмешки, чемоданы, фронтовые письма, треугольники, а также посуда и еда. Реквизиты, соответственно, все заранее приготовили, все уже нашли. Сварили перловку. Правда, оказалось не соленое немного. Участники творческого коллектива говорят, на достоверность в изображении событий Великой Отечественной войны не претендуют. Их главная задача – напомнить зрителю о героях тех времен, о силе их духа и важности подвига. Екатерина Васильева, Алексей Корякин. Время новостей.